Эту тему обсудим со спикером чеченского батальона имени шейха Мансура. Ислам Белокиев присоединяется к нашему эфиру. Ислам, здравствуйте. 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 Белокиев. Белокиев. Ислам Белокиев. Как вы думаете, эта петиция, которую должны подписывать граждане Украины, чтобы она попала на рассмотрение президента, кстати, ранее она не набрала достаточное количество голосов, сейчас найдет поддержку в обществе? Я уверен, что украинский народ поддержит, если только до них дойдет эта информация. То есть неудачи, причина их только в том, что люди о них... К сожалению, сейчас устанавливаем связь. Мы говорим... На связи Ислам Белокиев. Спикер чеченского батальона имени шейха Мансура. И, кстати, очень много бойцов сейчас из этого батальона защищают суверенитет Украины, помогают нам, украинским бойцам, защищать суверенитет Украины и противостоять российской агрессии. И сейчас мы говорим о том, что была зарегистрирована петиция на сайте президента Украины о признании Ичкерии как независимого суверенного государства и необходимости установления с Ичкерией дипломатических отношений. Уже второй раз подобная петиция появляется. Ранее это было при президенте Порошенко. Тогда она не набрала должного количества голосов. И сейчас Ислам начал говорить о том, что сейчас эта петиция наберет необходимое количество голосов. Главное, чтобы информация дошла до украинского общества, до наших граждан. И сейчас Ислам Белакиев присоединяется к нашему эфиру. Итак, вы сказали, что не сомневаетесь в том, что петиция найдет поддержку. Секундочку. Это прямой эфир проекта «Фридом». Такое бывает. Известно, кстати, что автор петиции – это украинский журналист Сергей Гармаш. И известно также, что для того, чтобы президент Украины рассмотрел эту петицию, она должна на сайте президента набрать необходимое количество голосов. Это 25 тысяч голосов. К сожалению, на данный момент известно, что петиция набрала порядка полутора тысяч этих голосов. Ислам, вы говорили о том, что сейчас важно, чтобы украинский народ узнал об этой петиции. Да, важно, потому что сегодня в России, по сути дела, только Северный Кавказ способен оттянуть внимание российских войск. А на Северном Кавказе только Чечня способна это сделать. И если сегодня Чеченская республика Ичкерия будет признана, мы сможем действовать официально. Мы сможем официально и с точки зрения юрисдикции, мы можем претендовать на свою независимость, разъезжать по этой стране, по этому миру. И тогда никто не сможет нам, так сказать, обвинить нас в сепаратизме и тому подобное. И тогда очень большое количество людей готово как-то встать и бороться за свою независимость. Это сегодня, еще раз повторяю, жизненно необходимо в первую очередь не только для нас, но и для самих украинцев. Ислам, мы очень благодарны вам и вашим сослуживцам, бойцам, которые сейчас защищают суверенитет Украины на поле боя. Но буквально несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров объявил буквально кровную месть сторонникам непризнанной республики Ичкерия, которые участвуют в войне на стороне Украины. Как вы относитесь к таким угрозам и к таким заявлениям? Эти угрозы слишком часто звучат со стороны Кадырова, с его уст, и они порядком уже поднадояли, честно говоря. Он всем и всякому угрожает. Кровная месть объявляется каждому человеку. Хоть, не знаю, птичка пролетала, извиняюсь, нагадила. Птичке кровная месть. Кошка испачкала тапочки. Кровная месть. Поэтому уже, честно говоря, поднадоела. Да, угроза, она, конечно, существует. Да, если он сможет дотянуться, он сможет ликвидировать своих противников. Но в сегодняшних реалиях, в реалиях войны, его угроза ничем не пугает. Потому что и так в каждый момент он может прилететь, и мы можем погибнуть. Так что это обычное условие. Но то, что это пустые угрозы, демонстрируют и наши военные, которые очень ловко расправляются со всеми кадыровцами, боевиками, которые приезжают сюда, на нашу украинскую землю. В последние месяцы на Западе, в частности, в научных, экспертных, журналистских кругах, говорят о перспективах распада Российской Федерации. И многие утверждают, что это один из наиболее вероятных результатов российско-украинской войны. Мол, будет новый некий парад суверенитетов, в результате которого Россия может превратиться в 10 или даже более государств, одно из которых будет называться Россией. Как вы оцениваете такие перспективы? Я верю в такую вероятность. Действительно, это возможно. Потому что Россия, она пытается протолкнуть свой русский мир. И огромному количеству представителей других национальностей, проживающих сегодня волей или не волей на территории России, это, естественно, не нравится. Это не нравится Кавказам, это не нравится Азиатам, это не нравится очень многим людям. И да, сегодня чувствуется, так сказать, попытка задавить все другие национальные голоса. Языки, национальные языки полностью искореняются из школ. Культура полностью искореняется из школ. То есть заставляют говорить только на русском языке. Они не разрешают изучать родные языки. В том же Дагестане пару десятков различных языков, только в Дагестане. И, конечно же, людям это не будет нравиться. И да, я думаю, если люди почувствуют поддержку со стороны других стран, политическую, экономическую, финансовую, военную, да, они заявят во весь голос, что они не хотят быть с Россией. Эта поддержка обязательно будет. Главное сейчас победить Россию здесь, в Украине, и выгнать российских захватчиков и оккупантов. И спасибо вам и вашим сослуживцам за эту огромную помощь в нашей борьбе с российским агрессором. Ислам Белакеев был с нами на связи, спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура.